110 лет назад родился легендарный советский авиаконструктор Михаил Миль. Он подарил миру самые безопасные грузоподъемные и скоростные винтокрылые машины марки Ми. По сей день их строят в цехах московского вертолетного завода, который в день рождения конструктора на время стал концертным залом. Пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Чтобы сказать спасибо отцу советского авиастроения, в зале московского вертолетного завода собралось несколько поколений конструкторов. От начинающих специалистов до ветеранов вертолетостроения. Гости праздника – обладатели бесценного наследства, которое завещал Михаил Миль. Он разработал не только принципы, по которым создавались вертолеты, не единичные зепляры, а целые типа ряды вертолетов всех классов. Создал философию вертолетостроения, которая вдохотворила деятельность коллектива МЗ много лет вперед. О творениях советского авиаконструктора без приставки самые не говорят. Вертолеты Миля самые безопасные, грузоподъемные, скоростные и универсальные в мире. Наброски, которые ложились в основу чертежей, Михаил Леонтьевич часами создавал за своим рабочим столом. Сегодня это ценный экспонат Музея Московского вертолетного завода. Вот это подлинная лампа. Это вот тот самый численник, который был за столом его. И рисунки. Дочь конструктора Надежда Милли объединила и сохранила воспоминания об отце в экспонатах музея. Его стены украшают натюрморты. Михаил Миль хорошо рисовал. Не менее талантливо играл на фортепиано. Очень любил лунную сонату Бетховена. А пианино – это трофейный экземпляр, который ему был подарен как лучшему сотруднику ЦАГИ. И вот ему вручили талон на трофейное пианино, немецкое пианино. Чаще клавиш инструмента Михаил Миль все же прикасался к чертежам. Создать вертолет нужной людям – мечта конструктора, которую он воплотил в своих винтокрылых машинах. Ми-8 получил мировой статус самого безопасного и распространенного вертолета. В-12 поставил абсолютный рекорд грузоподъемности. Он принял на борт более 40 тонн. Он воплотил свои мечты. Вы знаете, он оставил коллектив, он оставил научную школу. И после его ухода из жизни они продолжали упорно и успешно работать. После смерти Михаила Миля в воздух поднялись Ми-26, Ми-28, Ми-34 и Ми-38. Машины, сконструированные учениками и последователями конструктора, рекорды которого пока не удалось побить никому в мире. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.